Девушки отдыхают Держи Я все отдам С процентами Только дайте мне неделю Господин младший не банкир Он человек порядочный Платишь в срок Вот тебе охрана Не платишь На помощь Ты че рьешь глупая Думаешь рыцарь на белом коне тебя спасет Почти Не вмешивайся седой Не твое это дело Вон отсюда жила Слушай ты Может у тебя и два меча Только нас то четверо Ну да Четверо собирают оброк с несчастной прачки Мне бояться нечего Я бы не был так уверен Держите свалки Скоты Пока Ты что Держите как вы платья а все в крови все столько работы и впустую можешь меня не благодарить правда прости не пойми меня неправильно я благодарна но все что было все пропала ладно тебе отстирается конечно отстирается надо все в белом уксусе замочить да не в этом дело младший мне не простит или я сама сверну лавочку или мнению планету развеют прости я не думал что все так серьезно такая у женская доля мужчины развлекаются а мы разгребаем последствия ну да ладно перееду в оксенфорд и профессорам надо стирать кальсоны не знаю помнишь ли ты меня но мы уже встречались нет а погоди погоди узнаю и тот ведьмак в которого я почти попала цветочным горшком когда ну когда выпроваживала лютика через балкон я здесь как раз по его поводу ты не знаешь куда он делся верно шляется где-то фазан хрипатый проходимец лживый о чем-то он тебе досадил тем же чем и всегда сердечный друг от семи недуг вернулся ко мне говорил что теперь-то до гробовой доски и что застукала я его на пристани как он шлялся под руку с какой-то потаскухой это уже было слишком сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при бане потом вот это вышвырнула я его с разбитой мордой лютик расспрашивал про твоих подруг из прачечной даже для него это не слишком деликатно может он любит девушек мы может и что он хотел узнать ну как там в этих банях есть ли у меня там знакомые когда там открыто не знаю может кому из них хотел дать работу в своей корчме а я не к месту осерчала что за девушка была на пристани говорил племянница из ковера да скорее с курвера корсет так затянуло что чуть зенки на лоб не лезли у него впрочем тоже договорю тебе артистка какая-то или шлюха они в общем по одной цене артистка или шлюха кажется лютик встречался с какой-то трубодуршей скорее всего с блондинкой она и есть погоди как там ее а циранка звучит как артистка и как иностранка и как шлюха спасибо за помощь слушай если уж я найду лютика передать ему привет от тебя нет то есть да только скажи ему что он козел но пускай забегает ну все ну все ну все Эй, ты чё? Ну и что, починил? Нет, сказал, что адресом ошибся, что здесь вареники делают. А Йонас божился, что это меч работы Хатори. Городие качества. Вот. Что тут у тебя? Риданские вареники – наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Вадгерн в моём заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого ещё клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов сорок будет. Сорок с половиной, но я впечатлён. Ты мастер, как я вижу. Я Эйвор Хатори, бывший мастер-мечник. А теперь вот, мастерю вареники. Геральт из Риви. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Ммм. Вкусно. Я рад. Могу я ещё что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьёзно. Ты хоть иногда куёшь что-нибудь? Ах, откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники. Надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот грёбаный Ван Хорн. Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Ох, Йо. Сколько же у тебя тут мечей. И непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял своё оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует Новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить. У другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу. Вел переговоры. Только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака. А в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ванхорном? Да что ты! Это же куча дерьма. Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну, знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя... Может, если бы ты помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу. В качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, требушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет у журавля в доках. Продолжение следует. Продолжение следует... Девушки отдыхают Спать, спать, спать Вечный огонь, не дай меня в обиду Спать, спать Спать, спать 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили, а сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровые. Сука! Мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. Продолжение следует... Еще можно сдаться. Продолжение следует... Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде? Ну, я здесь по делам. В таком случае, удачи. Подожди, ты помог мне раз, может захочешь помочь и другой, а этот раз не только за спасибо. На меня у тебя денег не хватит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Забавно. Вопрос, который меня сюда привел, сулит огромную прибыль. Ха-ха. Так что, если вопрос только в трудах, мы наверняка договоримся. Согласен. Буду идти в шаге от тебя. Держи меч наготове. Разумеется, просто, на всякий случай. Ну, конечно. Я всегда так хожу на прогулки. Держи меч наготове. Держи меч наготове. Держи меч наготове. я вспомню об этом когда мы будем рассчитываться а Трис не сумела помочь Герке, но направила голову Карине Тилли, Анейромантки, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря Анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Девушки отдыхают Нехорошо. Девушки отдыхают Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, Анейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря Анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Мне сука... Благодаря Анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Геральт узнал, как Цири встречается со мной, то есть с Геральт узнал. Геральт узнал, как Цири встречается со мной, то есть с Геральт узнал. Геральт узнал, как Цири встречается со мной, то есть с Геральт узнал. Смерт узнал, как Цири встречается со мной, то есть с Геральт узнал. Думина! Дувина! Боже! Что это? Сука! Что-то пиздец его очень ярко, но направила его в Карине Тилли, Анной Романтке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря Анной Романтке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Ай! Ну, а что ты мне? Что ты мне? А-а-а! Что надо делать? Я тебя заставил! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Продолжение следует... Рис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, анейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А-а-а! 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 Эти люди тебя здесь ждали. Во что ты впутался? А-а-а! Вернемся к этому позже. Хорошо? Так Рома и ужина не откажется. А-а-а! Э-э, петуша! Куда прешь? А-а-а! Разбойник! Ярый! А-а-а! А-а-а! Добрый бы из тебя вышел моряк. Не думал, что доживут до того дня, когда наши союзки приходят в их убор. Пожалеет, что с тобой нашли. Как вы, блядь, не научитесь? Один, кажется, сказал, что покровители тебе не помогут. Во что ты впутался? Ну, скажем так, он решил определенную нишу, которую намерен завить. Подробности я оставлю при себе, поскольку не плачу тебе за вопросы. Пока что я и кроны не видел. А мы еще не закончили нашу прогулку. Ты опоздал. Скажем так, по дороге у меня возникли непредвиденные приключения. Но сейчас мы можем перейти к делу, и это главное. А это еще кто? Мой садовник. Я всегда беру его с собой. Он приносит мне счастье. Только не надо мне тут этих шуточек, ясно? Добро. Давай к делу, а то нас тут зима застанет. У меня есть четыре кварты сразу. Еще две на подходе. Если ты не врал насчет спроса. Я, Гинтер де Лаверак, никогда не нарушаю слова. Я раздал прошлые четыре кварты без всяких проблем, и люди готовы брать куда больше. Но это мы еще увидим. За последнюю партию ты должен пять тысяч крон. Мы договаривались на четыре тысячи. А я не люблю ловкачей. Не пытайтесь меня обмануть. Не то попробуйте ведьмачьего клинка. Правда? Меня не интересует, кто кому и сколько должен. Но этот человек мне платит, так что я не хочу, чтобы он объединял. Ведьмак, не ведьмак. Со всеми нами тебе не справиться. Хотите проверить? Худой мир лучше доброй ссоры. Пусть будет четыре тысячи. И пойдем отсюда. Хе, вести с вами дела – исключительное удовольствие. Что ж, все вышло лучше, чем я мог ожидать. Ты нагулялся? Да. А вот и твоя плата. Один вопрос. Кому ты продаешь физшник? Ох, у меня множество знакомых в высших слоях общества. Они требовательны и хорошо платят. Но фиштек должен быть самого лучшего качества. Приятно было познакомиться. Ух, милый, а шутки улыбни себе волосы. Мне с утра пошло. Ох, милый, а шутки бедня. Во, во, во-во-во-во. Не тушься, меня не запугай. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Он нам нужен больше, чем мы им. Ты должен был прийти один, Эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах, да. Добро. Значит, да. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Дорога не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Да ты рехнулся. Мы дадим вам 10%. Гераль, ты что? Тихо. С огнем играет, деловод. Я вообще не должен с тобой торговаться. 40% – крайняя цена. Мы дадим вам 25. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35 – мое последнее слово. 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, продяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет так нет, что поделаешь. Гераль, что ты тварь? Погодите. Будь по-вашему. Умеешь ты торговаться, заботливый друг. Вы согласны на ваши 25? Плюс скидки. Согласен. Приятно иметь с вами дело. Ой, шесть, шесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория Тисака, нищеброд. Что вот это еще кто? Серый Мороз звезди. Нет, что нам делать? Еще можно сдаться. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 когда она шла замуж за этого хряка. Он твой зять? Зять, не зять, один хряк. Сперва подлизывался, привези меда со скельки, оба разбогатеют. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие нетты-бруты. Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я ищу охранника, ты не интересуешься? А чего нет, если есть деньги? Вот прям сейчас нет. А, значит, Барда, я тебе, а ты мне. Который я тебя убью. Ну, допустим, а что ты предлагаешь? Взять мне денег дома, верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что, мне уже домашние эти его деньги, так что, если ничего не вернешь, то икла. Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез с Санскеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Фу-ты-ну-ты, лапти-гнуты. Таких замечательных. Продолжение следует... Зараза! Зараза! Вода поднимается. Да! Зараза! Милый, а что у тебя такие седые волосы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-нибудь на... Покажи. Прощай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина! Неграмотные дела не ведут. Передаю, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня нет времени. Прощай. Сейчас вырастут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую. Я хотел... Денег для Сухруса. Да, я знаю. Скорее на Скеллиге пальмы вырастут, чем я заплачу этому проходимцу. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сухрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сухрусу. Может, аккредитив у Вивальди, да? Так я уже бегу. Чудесно. Чудесно. Привет. Привет. Салют. Как там дела, Геральд? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда. Золотой ты парень. Ну так что? Кому из звездюлей-то отвезли? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник. Вы, кажется, знакомы. Эй, ворхотвори. Эльфишка-то. Он меня как-то на топорах развести хотел. Курица Дрена. И что? И на него работает? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграбе. У-у-у. А это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Куда слышишь? Вот выросла, встань мне судьбой. Геральт, у меня все не было случая поблагодарить тебя за помощь. Мне такая выгода даже не снилась. У меня кое-что для тебя есть. Спасибо. А что с Сукрусом? Теперь у меня есть чем ему заплатить. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ванхорна. Верно. Он скупил все по низким ценам. Когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ванхорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутуешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора – не грех. А что? Та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч. Доспехи, требушеты, катапульты. Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представ... Скалат Ванхорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. И вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Которий выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ванхорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со Ситром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Как стемнеет. Там и увидимся. Силни. Думай, Armenian. Поехали. Ой, ну, вот. Какоеνε? Лишь бы не разболеться от такой погоды. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюк у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать. А мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Один расстат набрался. Что это? Черт, где? Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолют, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Едить колотить, хватит вздот нанести. Я же его знаю, это же Ведьмак Геральт. Что слышно, сударь Ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолют, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина, мой кореш. Уматывай отсюда, пока я добрый. Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-фокус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ван Хорна? Ярпин Зигрина передает привет. Только во имя Рундурина все не выносите. Ну, мигом, а я пока в нужник отойду. Где тут материалы? Кажется, здесь. Действительно воняет на шатырем. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Ты что, не знаешь, чья это складка, злоем? Эй, Гераль, тут эта срань, про которую нам Хатори говорил. Он же вроде с Исаком спит. Или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? А-а-а, я все понял. Ну, ты меня и разыграл. Так вас Хатори послал. Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповины не удушила. Но сперва мы вас, крабом, скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё, херач с нами, грёбаных Норлинга. Давай, Гераль, вперёд! Не торопись, Сукрус. Давай поговорим. Мне зятя надо спасать! Пей их! Держитесь вместе! Мать силы! Продолжение следует... 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 Похоже, дождь собирается. Ну вот, как раз к 23-му уровню и будет.